Давай, намазывай, первая ты. Я первая? Может, я передумаю ещё? Вот ты, как самый близкий человек, знаешь, что муж есть. Съели! Точка! Присосалась. Прикольно. Будешь желтолицей. Куда вниз? А! Ты вниз повела свои морщины, их нужно вверх подтягивать. Привет, мои хорошие, с вами Селена Све. И теперь официально, мама Чоли! Привет! Теперь её все могут так называть. И недавно Кристинка, ну да, я предысторию скажу, мама открыла свой канал, ссылка на её канал будет под видео. И недавно Кристина, мы встречаемся с ней, она говорит, как там, ой, говорит, я же тоже теперь её могу называть мамой Чоли. Просто до этого Кристина слышала только я, мама Чоли, мама Чоли, мама Чоли. Я говорю, да, теперь официально ее могут называть Мамачоли все, потому что ее канал называется Мамачоли. Кстати, я же не сказала, что с моими волосами. На моих волосах сейчас находится кокосовое масло, полностью пропитано вместе с корнями по всей длине. И просто пока у меня масло на волосах, мы с мамой решили сделать маску для лица. Поэтому жирные волосы, это такой один из самых лучших уходов за волосами, которые я использую. Это полностью масло на волосы, и от получаса можно ходить, можно даже на ночь. Но я вот уже хожу несколько часов, сейчас пойду смываю, скоро. Маску сделаем и пойду смывать. Ладно, о ее канале мы немножечко поговорим позже, а сейчас мы будем вместе с мамой тестировать маску. Маска непростая, маска магнитная. Я, честно говоря, слышу, вижу и купила в первый раз такую маску. Ты о таком когда-нибудь слышала? Вообще никогда не слышала. И Кристинка тоже никогда не слышала. А я просто, у меня есть знакомые ребята, кто занимается косметикой, мы с ними сотрудничаем. И они говорят, что скоро к нам придет магнитная маска. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот типа там намазываешь и потом магнитом снимаешь. Я говорю, как? Я не поняла. И в итоге я увидела, они у них появились. Я, естественно, взяла, но случайно зашла на YouTube. Ну, не случайно, специально. И думаю, дай посмотрю, кто-нибудь такое снимал или нет. Оказывается, такие маски уже давно. И блогеры какие-то, бьюти-блогеры уже их тестировали, да? Но я решила сама на себе одно дело посмотреть, как это тестируют другие. А другое дело попробовать ощущение, что будешь испытывать ты. Я до конца не понимаю, что это за маска. И как вообще она работает, и вообще какой результат, и что. Ну, мы с мамой решили вместе. Мама вообще такое никогда не видела. С удовольствием со мной затестит. Давайте откроем ее. Здесь не просто, знаете, там тканевая маска открыла, все. Здесь, короче, мы открываем. Здесь красота. О, красота. Тут, кстати, знаешь, на подарок так прикольно будет. Здесь магнитик вот такой вот. Магнитик, ну, так много. Дальше здесь сама маска. Вот, она очень красиво выглядит. Да? Класс. Смотри, тяжеленько. Много маски. Здесь идет шпатель вот такой вот. Черненький. И идет вот что-то. Что это? Давайте откроем. Что это? Что это? Здесь какие-то... А, это может быть для пальца? Вот так намазывать может быть. Там не написано, зачем это? Тут все по-нерусски, мам. Здесь как бы догадываться надо. Но я думаю, это для пальца, чтобы палец потом не был. Представь? Представь, как заботятся о нас? На палец надела пакет. На два. С двумя мажешь вот так? Ну, там два помещается, три может. Ну, здесь три может. Вот. И все. И мажешь себе, пожалуйста. А потом, вместо того, чтобы мыть... Ну, да, кстати, можно. А потом, вместо того, чтобы мыть, просто аккуратно сняла и выкинула. Вообще, молодцы, да? Много их там? Да. Ну, штукой 10-20 даже можно. На, держи. Я держу. Магнитик положи. Магнитик положи. Подожди, а шпатель нам для чего тогда, если у нас... Можно шпатлю, можно напальчник. Так, давайте откроем нашу вот такую вот красивую, значит, масочку. Посмотрим, как она там внутри выглядит. Вообще, очень красивая коробочка. Как ее открыть только? Нет. У меня, как всегда, проблемы с открытием ванночек. Мам, может... Я думаю, что это сильнее тебя. Подожди, может, ты сломаешь все это не надо? Нет, здесь. Тут надо этот... Как это? Может, где-то... У него кнопочка где-то есть? А где у него кнопка? Ну-ка, ищи кнопку. Нет кнопок, мам. Ну, сейчас вот и закончится наше видео. Откручиваем. Тан-тан-тан-тан-тан. Та-да! Пахнет. Открываем. Солото. Слушай. Пахнет вкусно, понятно? Да, приятно. Пахнет салонным каким-то таким. Ну что, приступим тогда. Давай сейчас возьму что-нибудь, чтобы мы поставили, и оттуда будем мазать. Надо стульчик принести. Взяли одно зеркало на двоих, будем, если что, толкаться. Вот давай. Давай намазывай первая ты. Я первая. Вдруг у меня защипит лицо, правда? Ты уже тогда не будешь делать. Может, я передумаю еще. Ты, может, тогда передумаешь. Ладно, все, открываю, значит, я. Сначала я одеваю наши пальцы. Будем потом мазать двумя пальцами. Я буду двумя пальцами, ладно? Вот так. Одеваю. Хан-хо-хо или как там? Не знаю. Короче, открываю. Я даже не знаю, с чем начать. Вот я вот тоже так хотела. Так, ты тоже так хотела? Так-то хоть? А вдруг она потом спутится? Потому что не соприкасать с кожей, да? Ну, не знаю. Ладно, все, короче, намазываем. Вану намазать. Я не знаю, сколько держать, потом посмотрим. Главное намазать. Красиво. Господи, она плотненько мажется, кстати. У меня прыщички тут как раз возникли. Мы даже не знаем, что эта маска делает. Тоже потом почитаем. Мам, ну я вот такая, короче. Тебе тоже, да, неинтересно? Тебе чисто интересно? Ты не спросила, что маска делает, омолаживает или увлажняет? Тебе неинтересно? Мне интересно. Ты же говоришь по-русски, ничего не написано. Ну да. А может написано? Я не смотрела. Я просто чуть-чуть увидела нерусского и подумала, что все написано на нерусском. Слушайте, пахнет вкусно, намазывается плотно. То есть она отличается по намазыванию от многих масочек. Так. Уже похоже на статую бронзовую. Как вообще? Ой, она чуть-чуть как будто подпекает. Вот я сейчас носом дышу и под носом у меня тепло. Так, глаза обходим. Не дай бог что-нибудь произведет. Глаза не наши. Так, давайте подбородочек чуть-чуть тоже. Если умолаживает, то затянет нам второй подбородок. Ладно, ну в смысле? Вообще, как бы, ну не страшно. Прикольно. Я хочу, чтобы ты мне сказала, что ты чувствуешь, а то вдруг там щипет или что-то не такое. Я боюсь. Ничего не щипет. Просто когда я дышу носиком, я чувствую здесь тепло. Как будто, может, она даже распаривает что-то. И сколько надо ее держать? Сейчас посмотрим. Тут есть картинки. Вот там, где нет надписи, есть картинки. Смотри. Намазала, подержала, потом взяла магнит и начала смывать что-то. А сколько надо подержать? И счастливая в конце. А сколько надо подержать, я не знаю. Ну, слушай, мам, обычно маски держатся 15-20 минут. А мне кажется, что... 10 минут. О! Она, наверное, должна высохнуть, чтобы на магнит примагничивались вот эти частицы. Не знаю. Логично, да? Давай, Маш, не тяни резину. Боись, не бойся. Ну, ладно. Если ничего не щипет, тогда я рискну. Давай. А я такая красивая рука. Зеленая такая красота. Слушай. Я люблю красивые маски на самом деле. Ты, Маш, Маш. Я пока расскажу, как я люблю красивые маски. Была пузырьковая маска. Мне очень нравилась. Веселая такая масочка. Розовые всякие есть масочки. Есть с блёстками. Дилитерные маски. Как тебе ощущения? Ну, пока как будто крем намазывают. Плотный такой, да? Да. Ничего с глазами не мажешь синим. Никаких таких особых ощущений вообще нет. Вы под носом намажь? И подыши. Ну, через время. Время-то... А, вон, сейчас есть, рядом. Половину, короче, мы сделали. Совсем по чуть-чуть намазываешь. Пожирнее, мажь. Не конуй. Почему пальцами? А, может быть, знаешь, пальцами бывает некоторые крема... Хочешь лопаткой попробуй? Пальцами бывает некоторые крема быстро из этого пропадают. Конечно, да. Нельзя. На. Попробуй, это удобно тебе вот ловит на мажь лопатку. Потому что надо снять теперь вот эту перчатку. Да. Целое дело, да, Вабидр? Перчатку точнее. Целое дело? О. Что, так больше нравится? Ну, так тоньше как-то накладывается. Ну, еще тоньше я не знаю, может быть. Ну, типа, ломенькая. Ну, как намазываешь... Кливочное масло на хлеб. Ассоциация такая. У кого какая, да? Да. Мне кажется, лопатка удобнее наносить. Вот такой вытер боли. Ну, что, теперь мы ждем 10 минут. Как тебе, печет подносный? Есть теплое ощущение такое? У меня уже сходит на нитку. Нет, у меня ощущений никаких нету. Приятно на лице, как будто крем. Смотри, какая ты красивая. Как будто сливочное масло на лице. Смотри, какая ты красивая. Ты видела? Да. Зелененькая. Машу рейка. Я сайчик такой. Нет, киська. Да, кстати. Бронзовая, да? Да, кстати, маме решила ушки на Reddit. И понравилось ей. Она у себя на канале такая серьезная. Кстати, как тема быть блогером? Мне нравится, интересно. Вот. Приходит с горящими глазами. Увлечением. Я увлеклась этим. Главное, что скоро похудеет. И всем, девочки, кому интересно, похудение, раздельное питание, правильное питание, прям вот к маме задавать вопросы, она общается со своей аудиторией, комментарии у нее открыты. Не боишься хейтеров? А нет, я взрослый человек, что мне боится? А дочка что закрыла комментарии? Потому что всякую, всякую на тебе пишут, прям. Чтоб не портилось настроение. Кстати, я недавно еду с весом. Он следит за твоим каналом, вообще смеется и радуется. Мне говорит, так нравится, где-то там смеется, что-нибудь там рассказывает. Короче, смотрит все видосы. Да, и это, говорит, молодец, так стартануло, прям у нее так все пошло, поехало. А, и посмотрел видео, где я ему рассказываю подарок на день рождения. Я ему подготовила. Он говорит, я уже знаю, что ты мне, ну, типа на день рождения подарила. Дарить будешь. Говорит, хотел написать в комментарии, первый раз в жизни. Говорит, да, комментарии закрыты, блин. Говорит, что закрыла комментарии? Я говорю, что открыть? Он такой, ну, прикольно, вот так вот, типа общаться. Люди хотят общаться, то-се. Вот. Я, короче, такая, а думала, может, открыть? С нового. Просто когда начинают задавать вопросы, вообще какие-то не в тему, не нужные, по поводу вообще твоей личной жизни, а где твой муж. Ну, какие-то вот, какие-то глупые вопросы задают, ну, которые вообще, как бы, не хотелось бы вообще на них отвечать. При том, что я считаю, что каждый человек должен иметь в своей личной жизни что-то такое, о чём, допустим, не хочет рассказывать всем, но не всё же можно прям рассказывать. Ну, вот, кстати, ты самый близкий человек, вот, ко мне, да, и многие задают вопросы про мужа, там, что, где и как. Так, вот ты, как самый близкий человек, знаешь, что муж есть, номер один, да? Ты с ним знакома, и сведи вот, ну, вот, что ты видишь, как мы общаемся, как наши отношения развиваются. Ты, как мать, одобряешь мой выбор? Да, потому что я знаю, что он хороший человек, я знаю, что он очень заботится о тебе, он внимательный, постоянно с тобой общается каждый день на связи, интересуется всем, беспокоится. То есть это неравнодушный человек, это человек добрый. И поэтому я люблю своё дитя, и если кто-то ещё любит моё дитя, то этого человека я уже тоже люблю. Вот так скажу. Всё. Съели! Точка. Вот так, любимый привет. Пиши, мама, моя любви. Всё, вопрос закрыли, может быть, с 2019 года я открою комментарий. Ну, посмотрим, это так, это так, набросочки. Так, сколько у нас прошло? Четыре минутки у нас только прошло. Вернёмся тогда через шесть минут. Я поняла, для чего эти прозрачные штучки были. Это не для пальцев. Не, ну можно их и для пальцев использовать? Это магнитик, чтобы мы его не мыли постоянно, мне кажется, да? Мы просто его вот сюда засунем. Мы же будем снимать всё лишнее, будет прилипать. Магнит-то остаётся магнитом, зато он в пакетике. И всё, и начнём работать. У нас ещё пять минут. Ну что, прошло у нас, конечно, не 10 минут, а больше. Я почитала, узнала больше об этой маске. Оказывается, у нас в коже, вместе с какими-то токсинами и омертвевшими клетками из кожи, у нас ещё и железо выделяется. И как я понимаю, благодаря этой маске она ещё и проникает там как-то в поры, то всё, оно всё взаимодействует, и мы сейчас магнитом будем, ну как бы, всё это вытягивать. И это железо, и вот эти все омертвевшие штуки. Короче, маска это омолаживает, отбеливает, увлажняет, препятствует как раз-таки для прыщи. Вот, в ней там золото, коллаген, состав такой я почитала. В общем, сейчас мы должны, всё это действительно, я вот это угадала, это для магнита вот эти были перчаточки, но мы их использовали, и не только по назначению. В общем, начинаем. Присосалась. А покажи мне лучше с этой стороны, чтобы я видела. Давай. Ну ты какая? Я буду видеть, снимается что-то или как? Это, ещё момент, что надо всё, по-моему, всю эту маску снять именно магнитом, и ещё момент, что не более 10 минут её надо держать, а мы уже 15 подержали, но ничего страшного, я думаю, маски много не бывает. Она тяжелеет на лице. Она не засохла. Не засохла. А должна? Она не должна засохнуть? Нет, просто. Ну вообще даже никак. Я говорю о своих ощущениях. Она не должна засыхать, она как бы тяжелеет. Там было написано, что вы почувствуете, что тяжелеет. Я не чувствую, что тяжелеет, потому что очень сложно понять, как тяжелеет маска на твоём лице. Но я чувствую, что чуть-чуть потяжелела. Хочется уже её снять. Да, ощущение, что какая-то плотность возникла, и да, хочется её снять. Как будто её уже чувствуешь как-то, дышать хочется. Так, с этой стороны ты хочешь? Да, я хочу увидеть. Ух ты! Ла-ла-ла! О-о-о! И появляется что-то, гляньте, золотое. Да? О! Зикол какой, смотри. Вот так вот, девоньки. Так, а надо вытирать что-то салфетки. Открой, пожалуйста, достань. Так, не будем долго томить. Давайте всё это уже скорее снимем. Так, внизу она золотистая. Вот одним я всё продолжаю снимать. Смотрите, она всё продолжает вот так выглядеть. Прикольно. Показывай, вот она. Грязюки мы показывали. Грязюки мы показывали. Это не грязюки, это маска. Это слой зелёный снимается. Послушайте, очень приятно, на самом деле, приятный процесс такой. Просто гладенько, и сразу свобода какая-то лёгкая появляется. Сильно прям я не нажимаю, но всё вот так вот уходит. Давай ещё. Так. Остаётся золотая. Что с этой золотой теперь надо делать, надо понять. Там написано, что воду вообще использовать не нужно. Может просто протерить. Ну, там как бы написано, что именно всё магнитом делать надо. Проверим. Ну, магнитом снимается вот этот слой зелёный, а вот этот жёлтый. Сейчас проверим, я не знаю. Так и ходи. Спасибо. Будешь жёлтолицей. Ну, давайте вот теперь попробую по-свежему, да, ещё пройти. Я ещё пудрочек. Ещё салфеток. А, ну оно как бы, смотри, и тут смывает. Просто уже как-то... Это ты, наверное, толстый... Или я просто елозью. Может быть, ты толстый слой? Да, это я просто елозью. Может, сухой надо? Потому что оно как-то... Хотя нет, плажное можно. Давай тогда, на. Теперь ты снимай. Ну, кайфуй. Ух ты! Класс! Я рисую! Я рисую на асфальте белым мелом. Слово хватит. Хватит лжи и хватит боли. Отпусти меня на волю. Я рисую белым мелом. Знаешь песню? Ну, слышно, конечно. Что так давно хотела. Линии звёзд. Кардиограмма. Сердце мира. Терпит рады. Я вот думаю, сколько на вот эту печать наберётся? Максимум. Максимум. Я думаю, всё можно убрать. Вот, уже. Думаю, можно не вытирать, всё убрать. Всё убрать, но, вот видишь, уже зелёным рисует, значит, уже это большой. Хотя можно эти кулечки менять, в принципе. Просто тогда намного не хватит. Ну, целое дело тогда. Их намного не хватит. И долго как-то. А мне кажется, что такой кулечек можно заменить на любой обычный целлофановый кулечек. Да? Да. Даже в инструкции написано, что когда закончатся у вас пакетики, используйте подружный цветок. Ой, я чувствую, как магнитится мой нос. Слушай, ещё, да, там было написано, что содержит масло. Я просто чувствую сейчас, что очень увлажнённая кожа, такая прям, знаешь, как послемаслец. Угу. Как раз-таки вот это вот маслянистое такое остаётся, то, что я сейчас убираю. Кайфуем! Силу-ням, мы с тобой, кайфуем! Две сестрёнки такие. Кто-то говорит, подписчиков кто-то говорит. Ну, как сестры. Я говорю, да, это так. Раньше, когда я чуть помоложе была, и мама помоложе была. А вот фотка, где мне 45 лет, мы с тобой по садовой шли, помнишь? Да, мы как подружки. Мы как подружки. Никто не берёт, что она норма. Я худенькая, сдуенькая. Ты сейчас поправила. Когда лишний вес, тогда и старше выглядишь, да. Вот так. Ну, похудеешь снова, подружка, Антон. А сейчас мы кто? А пока ты мне мама. Типа бабушка. А сейчас пока ты мама и бабушка. Ну, всё, да, можно анонимать. Да, да. Что там жёлтенькое у тебя осталось? Осталось? Что ты зеркало мне не дашь, я не вижу. Чуть-чуть осталось жёлтенькое, да. Ну, ручками можно убрать, не так. Я думаю, вообще, что это осталось. Такое можно распределить по коже и так как-то. Вот размашиваю. Да? Пошутник. Шутница. Сейчас жёлтые жёлтые будут пищать. Не, это такая маслянистая, я думаю, золотисто-маслянистая штука. Не хочу жёлтое лицо. Как знаешь, как правильно, да? Вниз, куда вниз пошла? Вот это всё вверх, вот здесь всё вверх, а вот тут по бокам, по бокам. Да знаю я. Морщинки, чтоб не были. Да знаю я. Вот это аккуратненько. Носик вот, вот, в октяне. Как бы разглаживай. А не жду точно под глазами, надо вот отсюда к носу. О, это тоже да. А здесь, наоборот, от носа. Вот, ты всё знаешь. Я всё знаю. Вот, вниз, вот, вниз делай. А, извините, не туда делай. Я всё знаю. Извините. Не потянула кожу. Не туда делаю. Опять не туда. Да, вверх, вверх. Давай ещё раз. Ещё надо делать. Домашняя работа, проверим. В салфетрах нужно будет много. Да. Мы маленькую, по-моему. Ну, на двоих мы маленькую одну разрушку. Ну, вот мне вот тут у меня такой раз. Да, ну и так можно. Я тоже так делаю. А потом я могу сделать раз. Ну, здесь можно. А вот тут уже аккуратно. А носа? Куда вниз? А-а-а! Ты вниз повела свои морщины. Их нужно вверх подтягивать. Может, я, конечно, неправильно сама что-ли поговорю. Я делаю так, и маму так. А-а-а. Вот так. Надо от центра к краю. От низа к верху. Да. Я всё знаю. Да. Но не делаю. Ты как я прям. Всё в меня. Так, ну всё. Потрогай свою кожу. Разве? Мне нравится. Да. Как увлажнённая. Прямо даже... Слушай, а мягкая такая становится? Нежная? Можно даже не это. Кремом, да, не мазать? Ну так не надо. А ну-ка, кремом намазано ощущение. Ну да. Всё. Да? Так и будем. Давай покажем наши расходники. Это наши расходники. Ой, мам, кошмарка. Выглядит, конечно, цвет ещё такой коричнево-жёлтый. Знаешь, цвет детской неожиданности. Круто. Кто-то что-то сделает. Приятная такая кожа стала прям нежная, мягкая и увлажнённая. Да, чувствуешь? Ну прикольная масочка. Ну её хватит, ну как бы нормально там должно хватить. Если нам двоим. Нам ещё там на раза два хватит. Двоим. Ну, мне кажется, что толстый слой не обязательно мазать. Тонкого слоя будет достаточно, она сделает своё дело всё равно. Ой, мамка. Кто, мои хорошие? Мы с вами прощаемся тогда, да? Затестили. Нам понравилось. Если кто-то такое встретит, пожалуйста. Если кто-то может, ну, хочет заказать, то может заказать в моём магазине. Такая масочка будет стоить 1200 рублей. Вот такой набор. Пишите под видео, у меня будет ссылка на мой магазин, можно писать. Ну, либо ВКонтакте напишите. Ну, короче, если у вас будут какие-то идеи по видео-челленджам, и вы захотите что-то такое вот совместное с роднёй, то вы обязательно пишите ей в комментариях, у неё комментарии открыты. Я свои подумаю, открыть ли я снова погода или нет. Это будет, может быть, сюрприз, да? Не знаю ещё. Но ей пишите идеи, поддерживайте, да? Да. Загорелись, глазки у неё. Ну, приглашай всех. Заходите на мой канал. Буду рада с вами общаться и делиться своими знаниями. Мне очень вы нужны. И сейчас, когда я уже стала снимать видео, да, правильно, дочка сказала, что у меня загорелись глаза, потому что, ну, знаете, как у ребёнка новая игрушка, и вот хочет с этим заниматься, и уже любимая передача, подождёт в другой раз, посмотрю там, неважно. Всё, уже неинтересно всё остальное, уже интересно это. Раньше, кстати, когда ходила такая, а я вся в бегах, что-то делаю, монтирую, что-то это. Она такая, ой, ой, ну оставь там вот это важнее, вот это важнее, там, что-то не поела, надо кушать, надо там это, ещё что-то. Приходит недавно. Говорит, я забыла про обед или что ты там забыла сделать? Я забыла про полник покушать, и уже 7 часов, уже 6 часов поужинать нужно было. А ночь время ты сидела, монтировала, ой, сейчас ещё вот это чуть-чуть, сейчас вот это ещё чуть-чуть. Я говорю, ты меня теперь понимаешь? Не понимала до этого, она говорит, теперь понимаю. Почему ты не поела, почему ты забыла что-то, почему ты то, потому что вся там и вся вот в работе. А чтобы тебя правильно, вот хорошо понимать, я за тобой, как эта ниточка за иголочкой. Нырнула. Ты куда? И мне, чтобы это всё понять, прочувствовать же надо, и мне надо туда же нырнуть. Да. Ну, главное, что тебе нравится, главное, что у тебя появилось что-то новое в жизни. Вот. А девчонок попросим поддерживать, и подкидывайте идеи, и с удовольствием что-нибудь для вас поснимаем весёлое, смешное. Всё, мы вас любим, целуем, прощаемся до следующего видео. Лайк, подписка. Обязательно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok